здравствуйте дорогие друзья подписчики и подписчики и случайные зрители в этом выпуске мне хотелось бы с вами поговорить про волнистых попугаев волнистый попугай относится к плоткохвостым попугаем из отряда попугаеобразных видов они обитают на равнинах в австралии долгое время в россии попугаев совсем не разводили а только завозили из европы и только в 30-е годы в московском зоопарке стали заниматься разведением сегодня все изменилось разведением этого вида попугаев занимаются в домашних условиях все кто имеет желание но давайте обо всем по порядку волнистые попугаи отличаются от ноги других попугаев своей шумливостью несмотря на свои маленькие размеры а длина тела не превышает 18 20 сантиметров и вес волнистого попугаечка всего лишь 40 45 грамм в размер крыльев не более 9 сантиметров порой создается впечатление большой птицы характер каждого волнистого попугаечка отличается друг от друга можно сказать что каждая такая птичка личность если вы решили завести себе волнистого попугая в качестве любимца то обязательно учитывайте эту особенность ведь ему придется подстраиваться под вас а вам под его характер у этих птиц есть свои привычки и более того свои капризы обычно этот вид попугаев выбирают из-за яркости окраса способности копировать человеческую речь и конечно же простоты содержания разведения и долголетия причем если в живой природе волнистые попугаечки живут примерно 10 лет то в домашних условиях при хорошем содержании и кормлении возраст этих птиц может достигнуть 15 лет важно правильно подобрать клетку в которой будет жить попугайчик расстояние между прутьями клетки должны быть не более 12 миллиметров минимальный размер клетки для одного волнистого попугайчика в длину 40 сантиметров а ширина должна быть 25 и высоту примерно 30 сантиметров для пары попугаев длина клетки должна быть 60 сантиметров ширина 30 сантиметров а высота 40 сантиметров можно держать и в клетках меньшего размера если вы не хотите что птичка дожила до своей старости разместить клетку желательно в тихом углу квартиры или дома клетка должна стоять в светлом месте при этом прямые солнечные лучи не должны на ней попадать следующим важным вопросом является обустройство жилища первое и самое необходимое это кормушка и поилка зачастую в современных клетках они уже идут в комплекте с клеткой обязательно нужны жердочки на которых будет сидеть попугайчик замечу что сегодня продаются пластиковые жердочки их я не рекомендую а вот деревянные деревянные обсыпаны минеральными камушками крошкой каменные типа пемзы ну или обычные ветки с крепежами другое дело их можно в любую клетку встун для таких попугайчиков волнистых можно поставить лесенку и кольцо держатель для овощей и фруктов есть еще куча различных игрушек зеркал пластиковых попугайчиков типа друг но о них в этом видео мы говорить не будем так как каждую игрушку подбирают индивидуально на дно клетки селят наполнитель или или минеральное дно часто многие заводчики в качестве подсилки используют обычную бумагу тут уж каждый решает сам теперь хотелось бы немножко поговорить про кормление в живой природе волнистые попугайчики едят семена трав и злаков веточки и палочки деревьев различных насекомых фрукты ягоды пшеницу и другие злаковые из различных семян и различной степени зрелости в зоомагазинах представлено огромное количество смесей для этих попугайчиков для этих птиц в основе таких смесей проса разные сорта овес коноречное семя семя льна нуга абиссинского кунжута конопляное семя и семена луговых трав а вот семечками подсолнка нужно быть очень аккуратными помните что никогда нельзя использовать жареные семечки подсолнечника это верная смерть для волнистого попугайчика суточная норма смеси равна двум чайным ложкам в день конечно каждый уважающий себя хозяин балуют свою птичку различными лакомствами однако проса в ежедневном рационе не должно составлять менее 50 процентов естественно одной смесью не обойтись нужно давать овощи и фрукты конечно вымытые свежие и без химии что можно предложить птички морковь репа дыня патиссон кабачок тыква арбуз огурец и помидоры капуста шпинат кукуруза и зеленый горошек свекла сладкий перец яблоки и груши цитрусовые винограды сливы из экзотики ананас киви гранат и бананы хорошо идет абрикосы и персики черешню вишню и конечно различные ягоды различные травы и молодые ветки деревьев есть овощи и фрукты и травы которые давать не стоит помимо корма и рациона необходимо включать минеральную подкормку вообще кормление волнистых попугайчиков заслуживает отдельного видео обзора в котором придется долго перечислять что можно давать попугайчику а чего от чего стоит подержаться разведение как я уже говорил разведение эти попугайчики довольно таки просты самым идеальным возрастом для размножения волнистого попугайчика является 12 месяцев не рекомендуется разводить волнистого попугайчиков раньше хотя половозрелость у них наступает достаточно рано примерно четыре месяца самца от самку легко отличить более взрослом возрасте самцы имеют ярко синюю восковицу могут иметь окрас восковицы образованный смешанным синего и насыщенного розового цвета половозрелые самки имеют бежевую коричневую иногда светло-голубую восковицу в течение жизни окрас восковицы самок может меняться в зависимости от гормонального фона выборе партнеров волнистые попугайчики очень привередливы и лучший вариант будет если они сами найдут партнера помимо клетки паре понадобится домик закрытого типа то есть гнездо крышка домика должна открываться чтобы следить за состоянием птенцов раз день проверяйте домик особенно после появления яиц на дно домика насыпьте стружку желательно поддерживать температуру воздуха в пределах 18-24 градусов цельсия каждый необходимо менять корм и воду еда должна быть органической малая доза пестицидов может погубить птенцов обычно у самки появляется не более восьми яиц с интервалом в два дня далее самка садится на яйца а самец ее кормит примерно через 20 дней вылупляются птенцы самка кормит их специальной смесью который выделяется у нее из специальных желез через полтора месяца птички уже будут вылазить из гнезда через два станут сами уже питаться быстро окрепнут и станут взрослыми волнистыми попугайчиками на этом видео подошло к концу надеюсь вам понравилось это видео и птички которых вы видели в этом сюжете если это так ставьте палец вверх жду ваших комментариев под видео ведь я далеко не все рассказал про этих птичек до новых встреч вам и всего вам доброго до свидания до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok